Уважаемые слушатели, вашему вниманию представлен лекционный раздел «Управление деловой карьерой». Управление деловой карьерой. План лекции. Основные понятия. Профессиональная карьера, внутриорганизационная карьера, разновидности внутриорганизационной карьеры, целевая карьера, монотонная карьера, спиральная карьера, мимолетная карьера, стабилизационная карьера, затухающая карьера, Развитие карьеры, подходы к организации консультационных услуг в области моделирования карьеры. Основные понятия. Что такое карьера? Карьера – это результат осознанной позиции и поведения человека в трудовой деятельности, связанной с должностным или профессиональным ростом. Когда мы говорим о управлении персоналом, чаще всего речь идет именно о деловой карьере. Деловая карьера – это поступательное продвижение личности, связанное с ростом профессиональных навыков, статуса, социальной роли или размера вознаграждений. И деловая карьера подразделяется на профессиональную карьеру и внутриорганизационную карьеру. Профессиональная карьера – это вид карьеры, который не связан с одной организацией. То есть человек может менять свой статус, менять свою социальную роль, размер вознаграждений в рамках многих организаций. Когда мы говорим о внутриорганизационной карьере, то здесь речь идет именно о тех же самых процессах, которые происходят в рамках одной организации. Задача любой организации – сделать профессиональную карьеру для сотрудника внутриорганизационной карьеры. То есть чтобы он все эти изменения проводил в рамках одной организации. Зачем этой организации? На самом деле здесь все упирается в экономические вопросы. Потеряв сотрудника, который возможно уйдет на повышение в другую организацию, ей потребуется найти ему замену. Часто, чтобы найти замену, приходится принимать сотрудника на более высокий уровень заработной платы. Не говоря уже о том, сколько потратится средств для поиска этого самого сотрудника, который способен заменить нашего. Таким образом, если нас устраивает тот или иной персонал, сотрудник в организации, то очень важно, чтобы он воспринимал свою карьеру именно как внутриорганизационную. Что такое профессиональная карьера? Профессиональная карьера – это процесс накопления человеческого капитала, который происходит на протяжении всей трудовой жизни работника. Условно профессиональная карьера разделена на 7 этапов. Почему условно? Потому что на самом деле у разных людей могут очень сильно отличаться временные периоды. Допустим, обучение профессии. Принято считать, что оно начинается с 16, заканчивается в 20 лет. Но на самом деле это может происходить и позже. В принципе, это может происходить и раньше, но это уже реже. Все-таки более позднее обучение профессии на сегодняшний день распространено сильнее. Второй этап – включение в трудовую деятельность. То есть период, в течение которого сотрудник уже приступает к работе, делает, что называется, первые шаги. Ну вот такой наиболее распространенный возраст, к которому это относится, это 21-23 года. Достижение успеха. Здесь можно сказать первого успеха, да, то есть когда вот это самое включение в трудовую деятельность начинает приносить результаты, которые сотрудник уже ощущает. Это и профессиональные результаты, и финансовые результаты. Этот возраст – 24-30 лет. Следующий возраст – 31-40 лет называется профессионализмом. То есть вот этот этап достижения успеха предыдущий, он переходит в этап, во время которого сотрудник начинает уже оттачивать свое мастерство, доводить свое мастерство до вот этого самого профессионального уровня. После 40 лет, 41-50 лет начинается период переоценки ценностей, то есть то, что до этого было ценно, значимо для персонала, для конкретного человека, теряет свою значимость, начинается поиск себя, поиск каких-то новых возможностей, собственных способностей. И, соответственно, вот этот вот этап поиска, как правило, продолжается около лет до 50. Шестой этап – 51-60 лет. Сменяется период переоценки ценностей на этап мастерства. Этап мастерства на самом деле очень сложный для объяснения период, когда человек доводит свое умение до уровня автоматизма, то есть то, что он делает, получается у него очень легко. Более того, этап мастерства, как правило, связан еще с экспериментами над собой, над своей деятельностью, то есть сотрудники начинают делать многие вещи не так, как правильно, как это написано в книжках, а по-своему, то есть находят какие-то свои собственные пути. То есть вот как раз это мастерство, оно включает вот эти вот моменты, во-первых, автоматизм профессиональных знаний, а во-вторых, поиск каких-то собственных путей. Ну и седьмой этап после 60 лет – это период выхода на пенсию, период отказа от работы, период, когда человек заканчивает свою профессиональную карьеру. Опять же, все вот эти вот возрастные периоды очень условны, то есть вот мы знаем пример, когда человек в 100 лет продолжает свою профессиональную деятельность и продолжает достаточно успешно. И напротив, когда выход на пенсию, отказ от профессиональной деятельности происходит значительно раньше, чем в 61 год. Внутриорганизационная карьера – это последовательная смена работникам стадии использования возрастающего человеческого капитала в рамках одной организации, то есть тот самый профессиональный рокс, который происходит в рамках одной организации. Внутриорганизационная карьера может быть трех типов – вертикальная, горизонтальная и центростремительная. Вертикальную ее сравнивают с лестницей, то есть это тот самый должностной рост, повышение по лестнице и иерархии сотрудника с одной должности в другую. Горизонтальная карьера может подразумевать одну должность, либо небольшое повышение в должностях, но человек функционально и профессионально развивается в рамках этой должности. В эту должность включаются какие-то дополнительные функции, выделяются дополнительные полномочия под эту должность, именно потому что эта должность занимает он. Ну и наконец, центростремительная карьера. Когда человек, не меняя официально своего должностного статуса, получает доступ к рычагам управления, возможно, получает доступ к верхушке управления компанией, к руководству компании, который начинает к нему прислушиваться. Вариантов на самом деле может быть много. В любом случае, центростремительная карьера – это когда официально должностной рост не отражается никоим образом, а человек получает доступ к управлению организацией. Существует несколько видов внутриорганизационной карьеры. Мы рассмотрим некоторые из них. Это целевая карьера, монотонная карьера, спиральная карьера, мимолетная карьера, стабилизационная карьера и затухающая карьера. Целевая карьера. Целевая карьера – само понятие происходит от слова «цель», то есть человек ставит себе какую-то определенную цель, которая постепенно достигает путем планирования, путем постепенного поэтапного достижения поставленных целей. Ну и в результате этой целевой карьеры в конечном итоге при хорошем раскладе достигает той самой цели, к которой он стремился. Вот вы видите на слайде лестницу, как раз целевая карьера и есть та самая лестница. Каждая ступенька – это определенный этап, который он достигает для того, чтобы попасть на самую верхушку этой лестницы. Монотонная карьера чем-то напоминает целевую карьеру, но здесь сотрудник не ставит себе достаточно высоких планок, а ставит определенный статус, который его устраивает. Даже при наличии возможностей к дальнейшему продвижению он их не использует, эти возможности, потому что в том статусе, который он себе наметил, он попадает в зону комфорта. То есть если изначально вы видите лестницу, ступеньки, то впоследствии начинается прямая линия, то есть как раз эта линия и символизирует тот самый статус, к которому он стремился. Спиральная карьера подразумевает, что человек достигает карьеры в одном виде деятельности и переходит на новый вид деятельности, где вновь стремится достичь своей карьеры. То есть начинает по сути снизу нового вида деятельности и вновь строит вот эту вот лестницу, по которой он поднимается к вершине, к своей цели. В чем разница здесь спиральной карьеры и целевой карьеры? Целевая карьера, как правило, не связана со сменой видов деятельности. Спиральная карьера как раз вот эту смену видов деятельности подразумевает. Человек ищет какие-то новые пути развития для себя. Мимолетная карьера. Мимолетная карьера на самом деле может быть изображена совершенно по-разному, то есть это один из примеров графики, который вы видите. Смысл мимолетной карьеры в том, что человек в принципе не строил, не ставил такой цели, как достичь каких-то видимых результатов в виде деятельности. Это произошло стихийно и не по его инициативе, без какой-либо видимой целенаправленности, как здесь указано. Стабилизационная карьера чем-то напоминает монотонную карьеру. Разница в том, что достигнув вот этой вот самой зоны комфорта, она остается на нем не навсегда, как в монотонной карьере, а на какой-то определенный срок. И после этого определенного срока начинает двигаться дальше. Часто это бывает связано с какими-то внешними причинами. Очень, допустим, такая наиболее известная причина, это когда у женщины появляется ребенок, и на определенный срок, вот здесь говорится, более 8 лет, как раз 8 лет, это достаточный срок, когда вновь женщина получает возможность строить свою карьеру, двигаться куда-то дальше. То есть вот как раз очень часто используется стабилизационная карьера в этом случае. Затухающая карьера, она до определенного момента напоминает целевую карьеру, но после достижения верхней точки идет движение вниз, то есть идет снижение профессионального статуса в организации, человек переходит на более низшие должности. Итак, мы с вами рассмотрели основные виды внутриорганизационной карьеры, для чего нам это нужно. Каждый человек формулирует внутри себя свой собственный тип карьеры, и для того, чтобы развивать его карьеру в рамках организации, нужно понимать, какой из типов карьеры он для себя выбрал. Выбрал ли он для себя целевую карьеру, или монотонную карьеру, или он видит себя в спиральной карьере. Часто человек это даже может не осознавать внешне, и чтобы это узнать, используются различные виды тестирования, что, собственно, служба управления персоналом и должна делать для того, чтобы понимать, как развивать сотрудников в рамках этой организации. А развивать сотрудника необходимо. Как уже было сказано, это делается уже хотя бы потому, что это выгодно организации. Выгодно, чтобы в рамках одной организации человек рос, человек повышал свой профессиональный уровень, чтобы он чувствовал себя частью этой организации. Все это работает на ее экономическую эффективность. Чтобы все это происходило, необходимо развитие карьеры. Что это такое? Развитие карьеры – это действие, направленное на повышение конкурентоспособности работника для достижения целей организации и личных целей в труде работника. То есть в этом определении вы видите такое понятие, как конкурентоспособность работника. Что это? Это свойство человеческого капитала, характеризующее степень удовлетворения рыночной потребности в труде. То есть мы, как организация, повышаем конкурентоспособность работника, и тем самым мы улучшаем свою внутреннюю ситуацию, связанную с развитием персонала, и удовлетворяем потребности самого человека, самого персонала. На данном слайде вы видите предложенную модель так называемого непрерывного развития карьеры в организации. То есть здесь идут поступенчатые этапы, которые взаимосвязаны друг с другом. В первую очередь это совмещение индивидуальных и внутриорганизационных потребностей работника. То есть работник должен видеть возможность удовлетворения своих потребностей именно через конкретную организацию, в которой он работает. Этап 2. Профориентация. Понимание того, в какой конкретной профессиональной деятельности он принесет максимальный результат, как себе, так и самой организации. Обучение в рамках этой профессиональной деятельности. Далее профессионально-квалификационное продвижение по результатам этого обучения. Управленческое развитие. То есть понимание основных принципов управления в данном организации и самоуправления. Как результат всего этого улучшения качества трудовой жизни этого сотрудника. И верхняя строчка нашей модели – это развитие форм совместной деятельности. То есть когда сотрудник становится частью данной организации, участвует в прибыли данной организации. В заключении лекции рассмотрим основные подходы к организации консультационных услуг в области моделирования карьеры. Здесь предложены три формы консультационных услуг. Это индивидуальное консультирование, это различные формы самооценки и метод перспективной профессиональной поддержки. Различные формы самооценки, когда сотрудник по сути сам работает со собой, работает со своей личностью, со своим собственным развитием в области карьеры. Индивидуальное консультирование. Индивидуальное консультирование подразумевает работу службы управления персоналом сотрудником, который проходит тестирование, который оценивается и с профессиональной, и с психологической точки зрения и определяется наиболее оптимальный вариант развития для данного сотрудника в рамках организации. Метод перспективной профессиональной поддержки находится посередине между индивидуальным консультированием и различными формами самооценки. Что здесь имеется в виду? Человек не постоянно контролируется с точки зрения возможностей его карьеры, а в случаях, когда возникает такая необходимость. То есть профессиональная поддержка происходит, что называется, по запросу. Итак, лекция управления деловой карьерой закончена. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...